МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Корреспонденты телеканала «Алмазный край» с вами, уважаемые телезрители. В эфире программа «На связи» и я, Августа Степанова. Сегодня в выпуске. Не проехать, не пройти. Поселки Ярославский, Хамра и Пеледу и Ленского района остались без дорожного сообщения с районным центром. В доме поселился замечательный сосед. Жители Мирного все чаще нарушают закон о тишине. Территория тьмы. Жители Заречного добиваются освещения улиц. Подвели подрядчики. Автозимник «Ленск-Пеледуй» стал главным предметом обсуждения жителей Ленского района. Кто несет ответственность за содержание автозимника «Ленск-Пеледуй»? Автозимник «Ленск-Пеледуй» – часть республиканской дороги Умнас. Его протяженность – 187 километров. В 2018 году сменился подрядчик по обслуживанию зимника. Тендер выиграла якутская фирма «Толоканстрой». Оказались отрезанными от внешнего мира. Жители поселка Ярославский Ленского района встречали рождественские каникулы в условиях чрезвычайной ситуации. Решение объявить ЧАЭС принял глава ярославского наслега. В первых числах января дорога была полностью заметена. А люди, выехавшие к родственникам и знакомым на новогодние праздники, не имели возможности выехать вовремя в город Ленский-Пеледуй. К рабочим дням некоторые уехали, рискуя с собой на буранах. В машинах люди сидели, заметенные снегом. ЧАЭС объявили по вине нерадивого подрядчика. Он выиграл тендер, но так и не вышел на обслуживание зимника Ленск-Пеледуй с 1 января 2018 года. Как это оговаривалось с контрактом. Времени обследовать фронт работы подготовиться было достаточно. Зимник предыдущий подрядчик передал новому в расчищенном виде с установленными дорожными знаками. Проблема только в том, что тендер выиграла не местная фирма ООО «Толоканстрой». Люди вышли на этот участок не местные, не знают характеристик, особенностей географии, расположения, как должен проходить зимник. Не рассчитав свои силы, не смогли полноценно, в полном объеме выполнить свои обязательства. В 2014 году автозимник Ленск-Пеледуй вышел из районного ведомства и стал частью республиканской дороги Умнас. Сейчас все конкурсы на его обслуживание проходят в Якутске. Но когда дорогу перемело поселковая администрация, в первую очередь обратилась к главе Ленского района. Дорогу пробили заново рядом с заметенным зимником. Сделал это тот же подрядчик, кто обслуживал его несколько лет до этого. Проблему решили, но остался вопрос, почему тендеры выигрывают те, кто не знает особенности местности и совсем не готов к предстоящим работам. Зато сбивают цену ниже разумного. Сумма контракта изначально составляла 51 миллион рублей. Однако «Толоканстрой» сбил цену до 11 миллионов и по закону выиграл торги. Это очередной пример несовершенства законодательства. Когда торги выигрывает тот, кто предлагает меньшую сумму. А есть ли у него техника на осуществление работ, никто не интересуется. В итоге заложниками всего этого становятся люди. Сейчас на уровне республики, на уровне Министерства транспорта Республики Сахай-Якутия и Управления автомобилей дорог поднимается решение о расторжении с этим подрядчиком договорных отношений. Но чтобы мы не остались без связи, они будут также решать вопрос, чтобы в разовом порядке заключать соглашение с теми подрядными организациями, которые есть на территории Ленского района, которые готовы, с техникой, с людьми, которые имеют опыт, которые могут выполнить эту работу быстро и качественно в срок. Но это, как говорят в районной администрации, единичный случай. Остальные дороги межселенного сообщения обслуживаются подрядчиками исправно. Но чистить трассы не зимник обслуживать. В регионе опять ухудшение погодных условий. ИДДС предупреждает о возникновении снежных заносов и ухудшении дорожного полотна. Подрядчикам на трассе Ленск-Пледуй вновь пора готовить тяжелую уборочную технику. Кто несет ответственность за содержание автозимника? Автозимник относится к дорогам республиканского значения. Обслуживать его должна фирма, выигравшая тендер на три года. С новым подрядчиком, который с января 2018 года так и не вышел на обслуживание дороги, контракт будет расторгнут в ближайшее время. По региональному закону покой жильцов многоквартирных домов нарушать нельзя в любое время. А что делать, если рядом с вами поселился замечательный, но шумный сосед? Можно ли найти управу на громких соседей? Есть ли официальные периоды тишины? Во всех субъектах России есть свои периоды тишины. К нарушению покоя граждан и тишины относятся игра на музыкальных инструментах, крики, свист, пение и иные действия, сопровождающиеся громкими звуками. Нельзя использовать пиротехнические средства, проводить ремонтные и строительные работы. С шумными соседями сталкивались едва ли не жители каждого многоквартирного дома. Кто-то находит с ними компромисс, а кто-то вынужден их терпеть. С начала августа у нас в столице начали делать ремонт. Такой звук, что просто невозможно передать неслышно по телефону, что говорят, что невозможно смотреть телевизор, невозможно даже разговаривать дома. Я просто хотела бы узнать, когда можно сверить, когда можно делать ремонт и как долго можно сделать ремонт, потому что весь подъезд, весь подъезд страдает от этого. Если на шумных соседей не действует увещевание, выход один – обращаться с заявлением в полицию. Если поступает вызов в дежурную часть, участковый уполномоченный выезжает на место происшествия, собирает материал, опрашивает соседей и направляет далее в административную комиссию муниципального образования Мирненский район. А это другой пример. Валерия Ткаченко восьмой год занимается в музыкальной школе по классу фортепиано. Сегодня она репетирует дома. Инструмент звучит громко, но проблем с соседями у нее нет. Ну, соседи, в принципе, на нас не жалуются, слушают нас, даже слушают иногда. Иногда говорят, нравится что-то, когда уже произведение звучит. В принципе, нареканий не было. С соседями мы дружим, в нормальных отношениях нареканий не было. И соседи семьи Ткаченко подтверждают – главное договориться. Игра на музыкальном инструменте ваших соседей не мешает вам? Нет, не мешает, так как мы живем уже долго здесь и понимаем друг друга, что это многоэтажный дом, и у меня с вами много детей. Они нас понимают, моих. Но такая идиллия, скорее, исключение из правил. Например, в Памирненскому району только за прошедший год в полицию поступило 560 обращений граждан с жалобами на шумных соседей. В Якутии, как и в других субъектах России, есть свои периоды тишины. По региональному закону шуметь нельзя в будние дни с 21 до 8 часов утра и с 22 до 10 часов выходные и праздники. Покой нельзя нарушать и с 13 до 15 часов. Штрафы, предусмотренные за нарушение данного законодательства, физическим лицам от 1000 рублей до 5000 рублей. На должностные лица налагается штраф от 10 до 50 тысяч рублей. И на юрлица от 50 тысяч рублей до 250 тысяч рублей. Как отмечают работники административной комиссии, подобных жалоб стало меньше. К примеру, в прошлом году в полицию послановогодних праздников поступило 40 обращений. В этом году всего 5. Административная комиссия, в свою очередь, вызывает потерпевшую сторону, заявителя, соответственно, да, составляется протокол, далее этот протокол рассматривается на заседании. Вот на данном заседании мы рассматриваем административное дело, соответственно, после чего путем голосования выносится решение, то есть санкция. Отношение с соседями – вопрос сложный. Если они беспокоят вас, вначале стоит попробовать договориться с ними. В противном случае стоит обращаться в полицию. Можно ли найти управу на громких соседей? Есть ли официальные периоды тишины? Шуметь под окнами жилых домов, сверлить стены, громко слушать музыку запрещается с 21 часа до 8 в будние дни, а также с 22 до 10 часов в выходные и праздничные дни. Кроме того, с 13 до 15 часов ежедневно по местному времени действует период тишины в отношении защищаемых объектов. В редакцию обратились жители микрорайона Заречный. Это только днем их улица выглядит вполне безобидно, а в темное время суток погружается в кромешную тьму. Живу уже больше 20 лет на Заречном, и как мы идем от остановки на Соболево 8, постоянно у нас нету света. То есть получается, что дети в темноте идут, машины едут, их плохо видно детей, могут задавить. Когда будет свет у нас в конце концов. Улица Соболева находится в мирном в микрорайоне Заречный. Протяженность около километра. Вот при таком уличном освещении, точнее при его полном отсутствии, жители улицы Кузьмина в микрорайоне Заречный вынуждены каждое утро и каждый вечер возвращаться домой, вооружившись вот такими фонариками. На Заречном невозможно жить. Дети маленькие по утрам ходят, ничего не видно. Нигде освещения нет. Ну сказали, в план поставят на 18-й год. Ждем. Сколько лет уже ждете? Ну, я живу с 87-го года, извините, с 87-го года можно сказать, что здесь такое освещение плохое. По словам местных жителей, они неоднократно обращались в городскую администрацию, чтобы исправить ситуацию. Однако каких-либо реальных действий до сих пор предпринято не было. О проблеме мы рассказывали еще в 2016 году. Тогда объект находился в виде незападных электрических сетей. При передаче объектов, бесхозяйных объектов, к сожалению, вкрылась большая ошибка. И по концессионному соглашению, заключенному между правительством Республики Саха-Якутия и тогда еще УАО «Ак-Якутск-Энерго», сети освещения вошли объектом с бесхозяинами вместе. Сейчас, в настоящее время, концессионное соглашение закончилось 17 декабря. Эта ошибка исправлена и теперь все приведено в полное соответствие. Сейчас все вопросы по освещению необходимо задавать администрации города Нирного. В городской администрации подтвердили эту информацию. Все уличное освещение будет передано Министерством имущественных и земельных отношений Республики Саха-Якутия в ведении мэрии. На сегодняшний день у нас ведется деловая переписка с МИЗО, потому что возник небольшой вопрос. При проведении инвентаризации было выявлено определенное количество светильников и 41 километр сетей, от которых запитаны эти светильники. А при инвентаризации, которую мы уже проводили совместно с западными электрическими сетями, наше управление жилищно-коммунального хозяйства, выявлено 8,5 километров. Вот это вот разночтение в цифрах, вот сейчас у нас и ведется переписка, что нужно упорядочить. Как только вопрос будет решен, городская администрация займется восстановлением уличного освещения в микрорайоне Заречном и по городу. На эти цели уже заложены средства в бюджете. Когда появится уличное освещение на улице Соболева? Работы по передаче объекта муниципалитету завершились. Освещение наладят в ближайшее время. Средства в бюджете уже заложены. Вы попали в беду. Кто-то нарушает ваши права. Вы за справедливость. Приходите к нам. Журналисты телеканала «Алмазный край» обязательно помогут. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!